я очень рад за этот момент рождества марафона рождественского я верю что это время чудес я верю в бога который творит чудеса как 2000 лет назад когда родился иисус бог творил чудеса бог вел пастухов бог сохранил сверхъестественным образом жизнь своего сына иисуса дрова в сон как много сегодня женщин как как много сегодня женщин пойдут за мужчиной который увидел сон и перейдут другую страну на следующий же день да я верю что дух святой сегодня говорит нашей жизни и он хочет говорить через сны видения и через голос его и другими разными способами мы можем слышать его голос его водительства и видеть чудесное устройство в нашей жизни чудесные божественные встречи божественные события чудеса знамения сверхъестественного обеспечения исцеления и много всего с богом реально аллилуйя ты меня просто тогда так вдохновил когда мы с тобой общались мы сняли с тобой программу может быть мы снимем продолжение потому что мы делаем очень коротком формате вот именно то что ты сказал богу просто бросил богу такой клич вызов господь я хочу увидеть твои чудеса я хочу я столько слышал об этом я я знаю об этом я читал об этом но мне не хватает этого я хочу это пережить вот что ты делал чтобы то что ты слышал то что может быть кто-то из вас слышал многократно вы знаете что бог он действительно потому и бог потому что он сверхъестественной но как сделать чтобы это сверхъестественная жизнь пришла к вам пришла в вашу ситуацию антон знаете когда я вот задался этим вопросом чудес исцелений и чудес в принципе в жизни я понял ко мне пришло такое откровение осознание понимания что исцеление и чудеса это моя ответственность и в моей жизни эти чудеса не происходили пока я ответственность передавал обратно богу если что-то не произошло у тебя если я помолился разговариваю с богом и и когда и и мне господь говорил я грил господь у меня нету чудес жизни почему господь говорил мне а сколько ты раз высвобождал чудеса в жизни людей так но в этом году один хорошо ты хочешь видеть 100 чудес например как я могу это сделать и я просто пережил такое сознание что я хочу быть проводником чудес и тогда это поменял такой такой ментальный такой переворот произошел не ожидать что буксом все сделает да все из-за тебя из-за себя он он уже возложил на меня он делегировал мне чтобы я совершал чудеса иисус сказал идите бесов изгоняйте мертвых воскрешайте больных исцеляйте даром получили даром давайте руки возлагайте и так далее то есть он же не оставил тебя одного он дал тебе и повеление и снаряжение и духа святого вот умазание силу власть в имени иисуса я начал просто проводить через себя чудеса молиться за всех кого я встречу на своем пути передавать исцеление в их тело хотел всех кто был не против как ты выбирал этих тоже не то чтобы там водитель вот в такси сидит и ты такой а я щас буду за тебя молиться я на я начал с церкви там мы с ближнего города потом конечно я перешел но принял вызов дух святой бросил мне его буквально выйти за пределы церкви и служить неверующим людям на улице для меня это был вызов вообще я боролся месяц духом святым но я сдался и и я это же дух что изменил мое мышление в этом вопросе что я верю что церковь призвана быть благословением для города мы церковь любая церковь ответ для города сфере исцеления а сфере чудес сфере пророческих слов люди нигде больше не найдут этого как только в церкви и дух святой иисус он передал нам эту ответственность делать то что он хотел бы сделать сейчас если бы он был в петербурге и мы его ноги мы его руки и мы призваны к тому чтобы вместе с духом святым сотрудничая с ним передавать чудеса исцелять больных пророчествовать вот это так невероятно я я просто восхищаюсь смотря на людей и и готов там прыгать от от радости когда вижу как людей касается дух святой которые буквально минуту назад шли вот в пяти метрах от меня переживали депрессию мы за них молились и они чувствовали просто освежение потому что мы говорили слова которые вдохновлены духом святым и и из их глаз текут тогда слезы они переживают прикосновение неба прямо на улице аллилуйя вау расскажи какие самые яркие чудеса кроме того что люди переживали встречу с богом для них вот слова чтобы бог стал частью их жизни они стали реальностью вот какие счеты такие яркие проявления этих встреч видел сам сам и я очень впечатлен я год назад побывал в индии и там было просто невероятно бог творит друзьям и если мы жаждем если у нас есть запрос на чудеса у бога есть такой такой характер черта он дает больше чем мы думаем помышляем и можем себе представить я говорю господь дай мне 10 открытых ушей в индии я приезжаю в нацелен на чудеса на открытые уши я молюсь и через 9 дней я уезжаю с индии я вижу как бог открыл я все считал у меня 15 человек которые начали слышать слава богу не 10 15 15 аллилуйя бог творит больше и я пророчеству вашу жизнь дорогие друзья кто смотрит нас что если вы у вас есть запрос на чудеса у вас есть запрос на исцеление вашем духе это жажда лежит я верю что она от духа святого если вы не удовлетворены что нет чудес в жизни это дух святой приглашает вас в чудеса аллилуйя это дух святой приглашает вас верить мечтать и даже ставить цели конкретные цели в течение определенного месяца каких-то дней не знаю когда вы нацелены то чтобы молиться за людей соприкасаться с ними чтобы быть проводником и вы увидите больше я вам пророчествую вы увидите больше чем вы ожидаете вы увидите больше чем помышляли чем приходило к вам на сердце чем вы думали это в его характере и сердце бога наполнено любовью чтобы исцелять и его сердце наполнено любовью чтобы и он хочет он хочет чтобы любовь его излилась через ваши руки через ваши слова через ваше служение этому миру и бог творит чудеса он реально да мы присоединяемся к этой молитве друзья принимайте это благословение эту жажду просто чтобы в вашем сердце было жажда чтобы вашими дубу огонь чтобы вашем сердце была радость предвкушение предвкушения того чуда который уже идет вашу жизнь предвкушение и получение этого чуда и я попрошу тебя сейчас антон и илью мы будем сейчас молиться и просто зачитаю нужды и пусть господь ведет нас сейчас вот из последних которые мы только что получили друзья напоминаю делитесь и нуждами и свидетельствами и пожертвованиями делитесь с теми кому вы доверяете свои свои жизни в том числе зигита только что написал прошу молиться за исцеление моей спины наталья прошу молиться за новые легкие за чудотворение большие остаточное явление очевидно после к вида наверное елена прошу молиться об исцелении кристина кошкина мне чтоб мне родить дочку в двадцать первом году валентина просит молиться защеление за исцеление щитовидной железы за восстановление глаз исцеление почек за финансовое благополучие молятся люди вера из украины просят молиться за восстановление ирины после инсульта чтобы смогли выплатить кредиты иван и михаил людмила кемилова об исцелении артроза щитовидки гормональных нарушений хронические болезни за освобождение сыновей от зависимости син эдуард молиться за завод чтобы дух святой просто приходил и говорил сотрудникам что были взаимопонимания дружба чтобы была мудрость у заместителя директора родители ходатайствуют за мужей и жен для своих детей за спасение родителей ходатайствуют дети татьяна овчинникова за всю семью за спасение бывшего мужа что бог укреплял саму татьяну она делает богу посвящение хочет иметь самые близкие взаимоотношения с богом аллилуйя множество множество нужд господь мы благодарим тебя давайте молиться во имя иисуса господь я благодарю тебя если вы смотрите на сейчас то можете положить свою руку на свое тело или на то место где вы испытываете боль или дискомфорт или на тот орган где сейчас у вас есть какая-либо проблема и мы высвобождаем из этого места во имя иисуса твое чудо дух святой благодарим тебя во имя иисуса я приказываю немощи убираться вон во имя иисуса будьте свободны я благодарю тебя дух святой за за эти массовые освобождения от боли от симптом от симптомов я высвобождаю восстановление во имя иисуса восстановление божественный иммунитет восстановление обновления во имя иисуса высвобождаем чудотворение мы провозглашаем сотворение новых органов то что было разрушено пусть сотвориться заново во имя иисуса господь благодарим тебя за чудеса обеспечения за новых за детей, Господь, благодарим Тебя за рождение детей. Во имя Иисуса провозглашаем способность выносить, способность зачать, выносить и родить сверхъестественно. Во имя Иисуса. Благодарим Тебя, Дух Святой, за детей. Благодарим Тебя, Дух Святой, за чудеса материальные, чудеса финансовые. Высвобождаем эти чудеса. Провозглашаем, Дух Святой, благодарим Тебя за то, что финансы приходят. Сверх, естественно, покрываются кредиты. Во имя Иисуса покрываются долги. Приходит обеспечение. Мы провозглашаем ангелов обеспечения, высылаем их в вашу жизнь. Во имя Иисуса. У меня было слово. Я видела, что есть люди, у которых катаракта глаз. И во имя Иисуса Христа в это время чудес Господь дает вам новые хрусталики в глазах. Вы будете видеть ясно. И уже прямо сейчас Господь дает вам и приходит это ясное чистое зрение. Вы видите вдаль и вблизь. Так же хорошо, как когда вы были молодой, когда вы видели мир в его яркости во имя Иисуса Христа, Господь. Открываешь уши во имя Иисуса Христа. Я знаю, что кто-то сейчас просто чувствует, как будто чешутся уши, как будто что-то там беспокоит. Вложите уши, в уши пальцы и благословите во имя Иисуса Христа. Скажите именем Иисуса. Я повелеваю, чтобы у меня образовалась новая барабанная перепонка, новая улитка, новые органы. Во имя Иисуса Христа пусть открывается слух. Во имя Иисуса мы повелеваем всякому духу немоты, всякому духу глухоты, всякому духу спутанного сознания. Во имя Иисуса Христа мы повелеваем уйти. Все остаточные явления для тех, кто переживает еще подавленность после ковида, если у вас были потерянные обоняния, осязания, вкус. Во имя Иисуса Христа пусть восстанавливается радость жизни, все чувствования. И в первую очередь пусть острота взаимоотношений с Богом, пусть радость взаимоотношения с Духа Святого наполняет вас. Аллилуйя! Мы благословляем вас, потому что Господь послал Слово и исцелил их, говорит Священное Писание. Это Слово Христос, это Слово Благовестия, что нам прощены грехи в имени Его Сына. Мы принимаем Тебя, Иисус, мы принимаем Тебя в почтении, как нашего Спасителя, который завершил искупление, совершил его полностью. И в этом искуплении Ты восстанавливаешь нашу целостность. Каждый орган, каждое нервное окончание, каждый сосуд, Господь, Ты восстанавливаешь и наполняешь силой. Благодарим Тебя за восстановленные душевные связи, правильные душевные связи, Господь, за то, что Ты разрушаешь наоборот зависимости. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты создал нас для Тебя. Ты Отец Истинный, Ты Бог Любви, Ты тот, кто, давая нам заповедь в Духе Святом, даешь нам силу исполнять их. Аллилуйя, Господь! Илья. Да. Прямо сейчас я высвобождаю Божию силу на полное восстановление и полное исцеление прямо сейчас. В это время, когда Вы молились, Вы освобождали, мне пришло такое слово, что кто-то прямо сейчас получает исцеление, у Вас проблема с кожей, у Вас какая-то, ну, зуд такой, вот, и поражение кожи. Прямо сейчас, примите полное исцеление, Господь исцелил прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Проверяйте, я верю, что Ваша кожа чиста именем Иисуса Христа. Также прямо сейчас кто-то получает исцеление, у Вас проблема в области пятки, прямо сейчас полное исцеление, боль ушла во имя Иисуса Христа. Будьте исцелены прямо сейчас. Мне почему-то приходят вот именно болезни с кожей, также, если у Вас там какие-то наросты, бородавки, прямо сейчас это уходит именем Иисуса, будьте исцелены прямо сейчас, высвобождая от чудотворения, Ваша кожа очистилась, Вы чисты во имя Иисуса Христа, примите полное исцеление. Также у кого-то проблема у Вас все, лицо в прыщах, прямо сейчас Ваша кожа очищается во имя Иисуса, шрамы уходят прямо сейчас, от чудотворения, во имя Иисуса, будьте исцелены, восстановлены полностью, прямо сейчас. Я Вас благословляю во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБМ. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»